Протягиваем выпуск. Проекты по клоунотерапии плануются реализовать в Беларуси в 2020 году. Про это поведомил региональный координатор программ европейского и балканского регионов итальянского червяного крижа Флавия Чириачи. Однако для Гомеля это не новинка. Громадское объединение больничных клоунов «Фанни Ноус» працует в нашей области уже на протягу 10 лет. А сейчас опытные волонтеры рыхтуют новых удельников руху. Наши корреспонденты побывали на занятках. Яшня давна была складана уявить, что сяродурачов у белых халатах у асяроди строгих предписаний у больничных установ з'явятся клоуны. А сегодня яны полноправные удельники лечебного процессу. Одна из первых организаций больничных клоунов у нашей краине – Фанни Ноус. За свою добрую справу волонтерам пришлось позмагаться. Спочатку было и неразумение, и настороженное ставление сбоку медицинских работников. И не жадание пускать у медустанов людей без медицинской адукации. Волонтеры смогли переодолеть продузятость и завоевать довер. Яны поважают законы больницы и серьезно ставятся до распорадку. Если 10 лет назад в основном это были студенты, то сейчас к нам приходят в основном все взрослые, реализованные уже люди с опытом и профессиональным различным, и жизненным, которые готовы действительно серьезно работать больничным клоуном. Потому что сейчас мы уже отходим от понятия волонтерской деятельности к более профессиональной в плане реализации своей работы. Состав группы постоянно обновляется. Средний взросл у дельников каля 30-ти годов. Актеры, которые выступают перед хворыми, работают в разных сферах. Медики, выкладчики, IT-специалисты, режиссеры, педагоги, организаторы. Но мы это у всех одна – допомогать людям. Сейчас организация проводит курсы для волонтеров. В программе «Майстерство больничной клоунады» с использованием пантомимы и музычной импровизации. У дельников смогут раскрыть себе таленты, а головной долучиться до команды «Фанни Ноус». До речи, один из новичков сам неколизмагался с хворобой. У той период он и познайомился с працею больничных клоунов. А сё лето выросшил и сам пройти на вучанне. Первый раз вообще я познакомился с таким движением, как больничный клоун, где-то в возрасте 15 лет. То есть у меня была болезнь, и я познакомился с итальянцами. То есть меня это как-то задело. Ну, то есть мне это понравилось. Приходя в больницу, то есть ты наблюдаешь обычно, но это грусть. А при виде клоуна у нас улыбка уже идёт на психологическом уровне. А тут ещё всё-таки настроение приносится. Выступление больничных клоунов проходит один раз на тыдень. Зараз у Гомельского объединения больничных клоунов есть последовники во всех областных центрах Беларуси. У организации шмат думок о будущем, шмат планов. До речи, зараз «Фанни Ноус» забирают сродки на брачинную миссию в Кению. На протяжении восьми дней наши ребята вместе с итальянскими клоунами будут с ними взаимодействовать, учить их радоваться, наверное, взаимодействовать друг с другом. Но, к сожалению, у нас сейчас недостаточно средств, чтобы два человека смогли поехать в миссию. И сейчас у нас идёт сбор средств на билеты, на организацию поездки, на мола-мола. Жадаючи, да помахчи больничным клоунов могут пералечить сродки на доброчинный рахунок. Веренька Гамзюкова, Александр Харлампо, телерадиокомпания «Гомель».